Канте может остаться в Челси. Барселона принял решение по будущему Ансу Фати. Манчестер Юнайтед и Арсенал – главные фавориты на Жуао Феликса. Челси по-прежнему хочет купить Неймара. Турецкий центральный защитник Чаглар Сиинджу и мадридский Атлетико договорились о трансфере игрока в стан Матрасников из Лестера. Испанский клуб уже согласовал контракт до лета 2027-го. Новое руководство Казанского Рубина заинтересовано в возвращении Курдана Бердеева на тренерский пост клуба. Новый менеджмент, который формируется в последние недели, обсуждает, насколько реальное возвращение специалиста. Барселона близка к заключению нового контракта со своим защитником Маркосом Алонсо. Переговоры между сторонами продвигаются очень позитивно. Новое соглашение должно быть подписано сроком до 2025-го. Вратарь Астанвиллы Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку. Несмотря на все заслуги и великолепную игру Мартинеса на минувшем чемпионате мира, главный тренер Львов Унай Эмери хочет продать галкипера. РБ Лейпциг планирует выручить с продажи 20-летнего хорватского защитника Ёшко Гвардиола более 100 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицо Романо. Марокканский полузащитник Азадин Унайи, сверкнувший на Катарском чемпионате мира близок к переходу в один из лучших клубов Италии. Речь идет о лидирующем в таблице серии А Наполи. Боссы Ньюкасла планируют подписать новый контракт с бразильским полузащитником Бруно Гимарайсом. Согласно условиям новой сделки, зарплата 25-летнего хаффбека увеличится до 200 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер Брэндфорда Томас Франк поставил подпись под новым трудовым соглашением с клубом. Как информирует пресс-служба Пчел, контракт между сторонами теперь рассчитан до середины 2027-го. Чемпион Италии Милан хочет усилиться защитником лондонского Челси Малангом Саром. Рассанери проявляет интерес к французу, который в данный момент выступает на правах аренды за Монако. Защитник Лукас Миролло, права на которого принадлежат Уракану, может переехать в российскую премьер-лигу. Как сообщает чемпионат, в подписании 27-летнего аргентинского футболиста заинтересован Краснодар. Полузащитник туринского Ювентуса Анхель Ди Мария не собирается никуда уходить в январское трансферное окно. По информации у журналиста Фабрицио Романо, аргентинец даже никогда не рассматривал такой вариант. Барселона изменила отношение к своему полузащитнику Фрэнку Де Йонгу. Синие гранатовые больше не будут требовать от футболиста пойти на понижение зарплаты. Хауфбека мадридского Реала Тони Кросса, завершившего международную карьеру перед чемпионатом мира, обвинили в провале сборной Германии на Мундиале в Катаре. Нападающий ПСВ Куди Гакпо хочет поскорее завершить свой переход в Манчестер Юнайтед, где его до сих пор ждет главный тренер Эрик Тенхак. Нидерландец хочет завершить трансфер уже сейчас, а не ждать до лета. Манчестер Юнайтед проявляет интерес к 19-летнему защитнику Леона Малло Гюстон. По информации источника, руководство английского клуба готово заплатить за трансфер молодого француза 30 миллионов евро. Эвертон хочет приобрести нападающего Блэкберна Бена Брэрентона. И риски хотят воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом футболиста с бродягами, чтобы заполучить его в январе по скидке. Галкипер Спартака Александр Максименко стал самым подешевевшим игроком РПЛ в 2022-м, так как за год некогда основной страж ворот красно-белых убавил в стоимости аж на 7 миллионов евро и теперь стоит 2 миллиона. В Бирмингемской Астанвели приняли окончательное решение по будущему бразильского полузащитника Филиппе Коотиньо. Английский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. Боссы португальской Бенфики предложили своему центральному защитнику Николасу Атаменди новый двухлетний контракт. Напомним, грядущим летом Аргентин станет свободным агентом, если не продлить свое соглашение с Орлами. Бывший форвард Барселоны Луис Суарус подпишет трудовой договор с Грэмио. По сведениям Гол, 35-летний Уругвай согласовал контракт с бразильским клубом. Отмечается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на два года. Капитан лондонского Вестхэма Деклан Райс не покинет свою команду в январское трансферное окно. По информации The Athletic, молотобойцы не продадут англичанина посреди сезона. Следующим летом у Райса будет оставаться год по контракту. Вестхэм будет вынужден согласиться на продажу, чтобы выручить за игрока солидные деньги. Список претендентов на капитана молотобойцев состоит из таких клубов, как Манчестер Юнайтед, Челси и Манчестер Сити. Райс является воспитанником Челси. Также в этой команде играет лучший друг англичанина Мэйсон Маунт, с которым Деклан знаком с самого детства. Лондонский Челси еще не определился с будущим своего полузащитника Нгола Канте. По информации от The Athletic, француз все еще может остаться на Стэмфорд Бридж, даже несмотря на беспокойство руководства по поводу его травматичности. Если будущее Канте еще не известно, то Жоржиньо наверняка покинет команду в конце сезона на правах свободного агента. Канте ранее хотел руководства долгосрочный контракт, который ему пока не готовы предоставить, учитывая его возраст и травматичность. Канте выступает за лондонскую команду с 2016 года, когда перешел из Лестера. В конце сезона француз может оказаться в каталонской Барселоне на бесплатной основе. В Барселоне приняли решение расстаться с 20-летним нападающим Ансу Фати. Синие гранаты вы уже определили с суммой трансфера 20-летнего игрока. Руководство каталонского Гранда хочет выручить с продажи Фати порядка 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в подписании форварда заинтересованы Манчестер Юнайтед и Туринский Ювентус. Ансу – воспитанник Академии Барселоны. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2027. В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Манчестер Юнайтед и лондонский Арсенал в данный момент лидируют в гонке за нападающим мадридского атлетика Жоуао Феликса, который вполне может покинуть свою команду в зимнее трансферное окно. По информации у журналиста Экрема Канура, канониры и красные дьяволы проявляют самый предметный интерес к футболисту и опережают другие команды в борьбе за португальца. Сумма потенциального трансфера оценивается минимум 120 миллионов евро. Если переход состоится, Феликс станет самым дорогим футболистом в истории Ман Юнайтед или Арсенала. Главный тренер Вилверхэмптона Хулиен Лапетеги хочет видеть в своей команде полузащитника мадридского Реала Дани Сибальюса, у которого через полгода истекает контракт с королевским клубом. По информации Эль Национал, испанский полузащитник в январе может вернуться в английскую премьер-лигу, где ранее провел два года на правах аренды за лондонский Арсенал. Тем не менее, пока неизвестно, согласится ли Реал отпустить футболиста посреди сезона, даже несмотря на соблазн получить за него минимальную сумму компенсации. Ранее также ходили слухи, что Вилверхэмптон может подписать еще одного человека, который связан с Реалом. Речь идет о полузащитнике Иско, который недавно разорвал контракт с Евилей и стал свободным агентом. Лондонский Челси намерен усилить атакующую линию футболистов мирового уровня. В сфере интересов английского топ-клуба находятся звездный нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Аристократы вели переговоры с представителями 30-летнего игрока во время чемпионата мира 2022. Пока неизвестно, какие шансы у Челси на оформление этой сделки. Но лондонцы точно не упустят свой шанс, если Неймар принят решение уйти из парижского гранда. Срок трудового договора у бразильца с ПСЖ истекает летом 2025-го. Его трансферный ценник 75 миллионов евро. Неймар отлично провел первую половину сезона на счету форварда 11 голов и 9 асистов в 14 матчах Лиги 1. Продолжение следует...